Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале! Ну что ж, обзор тенденции, посмотрим, что нам предлагает наступающий сезон. Я уже говорила о том, что вот такой зеленый, скорее даже бирюзовый, это то, что в этом сезоне будет очень популярным. Сюда также можно отнести так называемый цвет Тиффани, вещи, аксессуары. В этом цвете будут, по всей видимости, на пике тенденции. Действительно, весенние витрины заполняются весенними коллекциями, и мы видим большое количество этого цвета. Также я обратила внимание на то, что брюки снова сузились и укоротились. Это касается абсолютно всех марок, как и тех, которые традиционно предлагали брюки подобного фасона, так и тех, которые в последнее время все-таки настаивали на широком варианте. Это прежде всего брюки палаццо. Поэтому, если у вас есть узкие зауженные брюки, те, которые очень любят здесь, в Италии, носить итальянские модницы, доставайте, в этом сезоне вы будете выглядеть модно и актуально. Сумки дутые, как будто бы прошитые, как будто бы стеганые, а также обувь с подобными элементами. Мы все это видели с вами в прошлом году. И, по всей видимости, в этом сезоне тоже подобные вещи будут достаточно популярны. Хотя, кстати, об их популярности пока еще сложно судить. На улицах такие вещи, такие аксессуары все-таки еще заметны достаточно редко. Брючный костюм традиционно любим Макс Марой. Очень многие марки предлагают нам брючный костюм яркого цвета. Прекрасная альтернатива нарядному платью, если мы вдруг не хотим наряжаться именно в платье, но, тем не менее, выдалась оказия и нужно выглядеть нарядно. От всей души советую вам присмотреться к брючному яркому костюму. Брюки могут быть любыми, они могут быть широкими, но, повторюсь, в этом сезоне посмотрите, насколько сузились брюки. Даже ноги манекена достаточно стройные и худые. Подобные брюки обтягивают, как лосины. Белые варианты одежды по-прежнему популярны. Обратите внимание вот на такое пальто-пиджак. Оно отличается тем, что все-таки имеет трапециевидный силуэт, достаточно длинный, выполненный именно из пальтовой ткани. Эти пальто, мне кажется, несмотря на то, что они все пошли на скидку, будут неким новым силуэтом, если говорить об укороченном пальто. Белые джинсы, белые брюки до сих пор, по всей видимости, по привычке предлагаются нам к покупке, но, тем не менее, могу сказать, что эти брюки белого цвета вытеснили брюки яркого цвета. И также я всегда обращаю внимание на то, что если вам доведется примерить брючный костюм яркого цвета, и, возможно, вы сомневаетесь, покупать его или нет, пусть аргументом в сторону покупки. Будет также то, что брючный костюм яркого цвета прекрасно можно носить раздельно, и брюки яркого цвета вы увидите, насколько они универсальны, вписываются в абсолютно любые образы, и выглядеть вы будете действительно ярко, но не слишком одеты. Платье в пайетках, посмотрите, казалось бы, это то, что предлагается нам перед Новым годом, но нет, уже новая коллекция, это пинку, и платье в пайетках предлагается нам к покупке уже в новом сезоне. От себя могу добавить, что подобные платья потрясающе смотрятся под пиджак мужского типа. И в целом это единственный вариант, когда их можно носить достаточно уместно в повседневной жизни, поэтому будьте аккуратны с такими платьями, будьте аккуратны также с размером. Эти платья выполнены из стрейчевой сетки, на которой нашиваются как раз-таки пайетки, и все платья, абсолютно все платья, украшенные пайетками, очень сильно маломерят. И если я ношу традиционный размер S, то брать нужно как минимум L, а то и больше размер. Обратите на это внимание, если будете заказывать онлайн. Кстати, это правило не работает в отношении юбок. Юбки, как правило, садятся размер в размер, и юбки в пайетках тоже будут популярны в этом сезоне. Вообще, по всей видимости, все, что украшено стразами, прежде всего стразами, и на втором месте пайетками, все это будет популярно, и все это мы будем видеть в витринах, и также, по всей видимости, на стритстайле. Обращают на себя внимание аксессуары рыжего цвета, точнее, коричневого, уходящего в рыжину. Эти аксессуары можно купить на скидках, это прежде всего обувь и также сумки и ремни, но и этого цвета аксессуары, обувь, сумки, ремни и перчатки появились также в новых коллекциях. Обратите внимание на этот цвет, если есть, достаем, носим, если возможно здесь купить на распродаже, задумываемся о такой покупке, то смело можем покупать этот цвет, коричневый, уходящий в рыжину, прежде всего в обуви, в сумках, в аксессуарах, будет также смотреться очень модно и очень актуально. Очень люблю сочетание трикотаж, фактурный, объемный, при этом не очень плотный. Это очень важно понимать, что он смотрится воздушным, как раз таки за счет того, что присутствует чаще всего махеровая нить и трикотаж выглядит объемным, но само по себе полотно на ощупь не плотное. В сочетании с любыми джинсами, с любыми брюками, с любой юбкой, подобный трикотаж создает очень уютные образы, а уютность образа это ключ к пониманию хорошего, красивого образа, если говорить о сезоне, когда не очень тепло. Именно уютные образы смотрятся наиболее адекватно, уместно и радуют наш взгляд. Немного весны и лета в нашу ленту, в нашу модную повестку. Посмотрите, появились уже льняные брючные костюмы. Брючный костюм всегда актуален, всегда смотрится очень красиво. Вообще идея костюма популярна на протяжении последних трех лет. Брюки карго не сдают свои модные позиции. Посмотрите, казалось бы, уже все их относили, все их полюбили, но до сих пор брюки карго предлагаются нам. И перед нами как раз-таки тот вариант рабочего низа, о котором я говорила, и формула, которая будет очень популярна. Это сочетание подобных брюк с очень женственной обувью. Под очень женственной обувью чаще всего поднимаются босоножки на тонких ремешках, возможно, украшенные стразами и обязательно на каблуке. Казалось бы, пиджак мужского типа, мужского кроя. Пиджак как будто бы с мужского плеча, потерял свою популярность, но ненадолго. В прошлом году мы видели большое количество жакетов. В этом сезоне снова мы увидим большое количество пиджаков как будто бы с мужского плеча. Они достаточно длинные, они прямого кроя, и носить мы их будем, скорее всего, с джинсами и с брюками. Именно так предлагают нам сейчас очень многие витринисты здесь в Италии. Такие комплекты появились как в магазинах дорогих, так и в масс-маркете. В новом сезоне, на мой взгляд, очень четко прослеживается идея удобства и универсальности. Идея также того, что вещи, которые мы видим здесь и сейчас, и, возможно, купим в этом сезоне, будут актуальны, и будут носиться, и будут удобны, в том числе и в следующих нескольких сезонах. Не знаю, это дань времени, либо это действительно модная тенденция, но, по крайней мере, то, что я вижу на витринах, в особенности в новых коллекциях, это говорит мне как раз-таки об универсальности, о том, что мы будем тратить деньги с несколько большей уверенностью, потому что эти вещи не выглядят экстравагантно, они не выглядят остромодно. Они выглядят немного как то, что мы с вами уже много раз видели, но они просто из новых коллекций. Возможно, по моим обзорам вам сложно представить, насколько меньше стало белых брюк и белого денима на витринах, и практически полностью исчезли белые брюки из стрит-стайла. Казалось бы, они никогда не покинут фэшн-сердца итальянских модниц, но, тем не менее, белые брюки были вытеснены прежде всего джинсами и цветными брюками. Белый деним также сдал свои позиции. Если раньше я говорила о том, что белые джинсы – это очень удобная одежда как раз-таки для зимы, когда можно выбрать свою идеальную пару из очень плотного денима и что-то под эти джинсы надевать, например, термобелье, чтобы не замерзнуть, сейчас с уверенностью можно говорить, что те редкие белые брюки, белые джинсы, которые появляются на витринах – это прежде всего дань тем, кто до сих пор эти вещи любит и готов покупать. В целом же тенденции сместились в сторону джинсов самых разных и в сторону цветных брюк. Марина Ринальди – новая коллекция, очень красивая витрина, и вот они – сумки с бамбуковыми ручками, о которых я много раз вам говорила, рассказывала, и примерно два года тому назад я делала ставку на то, что именно эти сумки будут популярны, и, по всей видимости, я не ошиблась. Думаю, популярность также продиктована тем, что подобные сумки с бамбуковыми ручками, как правило, выполнены из текстиля. Текстильные сумки – это недорогие сумки, которые смотрятся ярко, которые, опять же, за счет своей фактурности, текстильные сумки всегда выглядят очень фактурно, они легко вписываются в любой аутфит, их легко сочетать. Самой популярной верхней одеждой в Италии по-прежнему остается женское пальто. Можно предположить, что мы увидим с вами и тренчи, вариации на эту тему, но я думаю, что это скорее будут именно классического вида тренчи, а не плащи а-ля Катринденев, которые мы видели в прошлых сезонах. Но, тем не менее, можно говорить, что, возможно, в силу того, что еще очень рано и достаточно прохладно, пальто в качестве верхней одежды превалирует. Снова обращаю ваше внимание на то, насколько красиво смотрится пальто поверх брючного костюма. Эта вариация и эта компоновка подойдет для зимних ансамблей. И если заменить брючный костюм на брючный костюм, возможно, из более легкой ткани и более летнего цвета, то подобная формула подходит замечательно также и для весны. Платье – любимая база под пальто. Много раз об этом рассказывала, обращала ваше внимание. Еще одна формула, которая всегда работает – это платье, достаточно длинное, и, возможно, даже макси длина, которая в этом сезоне, по всей видимости, будет превалировать, как самая модная длина, плюс любая верхняя одежда. Очень красиво, кстати, смотрится платье, плюс пуховик объемный, как будто бы с чужого плеча. Кстати, он может быть и укороченным. Попробуйте эту формулу. Платье принимает в свою компанию абсолютно любую верхнюю одежду. В который раз мы с вами видим рубашку в качестве первого слоя. Рубашка, конечно же, не обязательно должна быть белой. Она может быть совершенно любой. И, кстати, очень красиво смотрится также джинсовая рубашка, надетая под цвет, либо под худи. Пастельные цвета. Не знаю, будут ли они популярны. Это, кстати, зимняя коллекция, которая пошла на распродажу. Но это тот маркетинговый прием, о котором я много раз упоминала, когда нам из зимней одежды, пошедшей на скидку, представляют к покупке образы достаточно весенней, либо с весенним настроением. Очень мне нравятся подобные сочетания юбки в пайетках. Юбки в пайетках практически все пошли на скидки и будут очень популярны в этом сезоне. Плюс самое обычное пальто и свитер. Я также заметила, что юбка, украшенная пайетками, а также брюки, леггинсы, украшенные пайетками, очень красиво смотрятся с пальто в черно-белый принт. Это может быть гусиная лапка, это может быть перец и соль, это может быть также елочка. В последнее время я активно наношу свой трикотаж и все свои свитеры, кардиганы достала. И хочу поделиться с вами своим наблюдением. Если ваш свитер очень плотный и сложно драпируется, сложно его заправить, допустим, в брюки, либо в юбку, имейте в виду, что такой свитер самостоятельно лучше не носить. Он может очень сильно полнить в районе груди и в районе плечей. Если же ваш свитер, так называемая паутинка, похож по своей легкости на свитер, который таким образом можно характеризовать, а еще можно проверить легкость свитера таким образом, что вы подставите ладонь под свитер и увидите ее. Соответственно, такие свитеры, такие кардиганы можно и нужно носить самостоятельно. Под них, кстати, даже нежелательно надевать рубашку либо блузу, хотя я часто рекомендую такой прием. Все зависит от плотности свитера. Имейте в виду, что каждый свитер, как бы ни печально это ни было, не настолько универсален, как нам бы хотелось. Какие-то мы сможем носить самостоятельно, а какие-то, которые будут нас греть, согревать в зимнюю погоду, в холодную погоду, это вещи, которые можно надевать только в качестве первого слоя под верхнюю одежду. Они, как правило, очень плотные, смотрятся громоздко и действительно прибавляют несколько килограмм. Перед нами витрина марки Луиза Спаньоли. Мне кажется, наглядно видно, насколько светлый низ и темный верх смотрятся более выигрышно, чем наоборот, когда у нас светлый верх и темный низ. Это всегда выглядит более строго, достаточно официально, в то время как пост-трестайлерский выглядит именно светлый низ и темный верх. Деним, который пошел на скидки, можно сказать, не изменился в весенне-летнем сезоне. Вот подобные спокойные модели, практически не затертые, не состаренные. Мы будем видеть с вами и весной, летом этого года. Брюки в пайетках, дань, безусловно, новогодним вечеринкам нам показывают, как эти брюки можно действительно очень удачно вписывать в городские образы, хотя все зависит от города, в котором вы живете. Где-то эти образы будут уместны, например, на улицах Милана, кстати, на улицах Паду и также Паду, очень многие городы, но модный город, но могу предположить, что где-то в других странах, в других городах, также итальянских, подобные образы будут выглядеть too much. Снова красивое сочетание пастельных оттенков плюс пальто Camel. Camel и вообще вся коричневая гамма очень красиво сочетается с розовым, с голубым, с сиреневым, с ментоловым. Кстати, последние два цвета, сиреневый и ментоловый, очень сложно встретить в одежде, если увидите подобные вещи, возможно, стоит их примерить, потому что их действительно очень сложно найти. Еще сложнее, чтобы увидеть вещь в своем любимом цвете, либо в цвете, который долго ищешь, примерить ее, и чтобы она тебе подошла, чтобы она тебя украшала. Трикотажная база, посмотрите, скорее всего, будет популярна и в следующем сезоне. Сатиновые юбки даже длинные, опять же, дань новогодним образом, новогодним нарядом. Очень многие приобретали себе платье в пол, вот таким образом, с пуховиком, почему бы и нет, можно носить вашу любимую сатиновую юбку, либо ваше любимое платье в белевом стиле. Ну что ж, мои прекрасные зрители, на сегодня это все, я с вами прощаюсь, желаю всем хорошего настроения, прекрасного дня, очень скоро увидимся. Это была Яна Скворцова, всем пока-пока!